Юль, ответьте, пожалуйста, честно. А вы думаете, что за последнее время российские компании себя не зарекомендовали? Ну, не то чтобы с наихудшей стороны, но с какой-то не самой хорошей стороны. Потому что вы абсолютно правы, все украшения моей бабушки, я в них уверена. Да, вот эти вот огромные, большие наши заводы, знаменитые, не будем сейчас их называть, все их и так знают. Я была в них уверена. В каких-то я уверена до сих пор, но не во всех. У меня такое ощущение, что репутация российских брендов, ну или, скажем, российских производителей, по-настоящему больших брендов у нас не так много, она все-таки подорвана была за последние лет 10-15. Лен, она была подорвана не за последние 10-15 лет, она сильно подорвалась за последние 3 года, когда существовала такая система толлинга, когда российская компания вывозила за рубеж золото и возвращала назад уже украшения, платя при этом минимальный налог и получая статус компании российского производителя. Тогда, конечно, люди вывозили золото и завозили оттуда, из Китая, из Турции, украшения настолько низкокачественные, что это и подорвало имидж российского производителя. А под бирками, под российскими, да? Конечно, это система толлинга, к счастью, к огромному счастью российских производителей, которые объединились и подписывали письма о том, чтобы, наконец, эту порочную практику прекратили, она была бы прекращена. И теперь этого нет. Вот в течение последних трех лет, действительно, когда люди приходили, увидели набирки российского производителя, а покупали... Да, я просто сама лично обожглась, причем два раза, поэтому я такой вопрос задаю случайно. И покупали заведомо очень низкокачественные украшения. Но это не скрывалось, просто изделия завозились, на них ставилось клеймо, что они произведены на территории России. Но это был огромный подлог, огромный обман именно конечного покупателя, человека, который приходил и отдавал свои деньги за украшения. Юра, скажите, пожалуйста, кто, помимо, естественно, вашей продукции, вот какой российский бренд вам импонирует лично? Вот вам нравится, молодцы ребята. Молодцы ребята, екатеринбургский производитель. Замечательная компания, которая занимается производством украшений с бриллиантами, с цветными камнями. Очень нравится Смоленский кристалл, потому что это наш основной конкурент, но я могу сказать о нем только самое хорошее. Потому что камни, которые они производят, они очень хорошие. Они их продают за границу, и благодаря им многие узнали вообще такое понятие российская огранка, рашенкат. Они популяризируют камни, потому что, вы знаете, когда много лет назад, в 99-м году, мы первые ввели в обращение такое название якутские бриллианты, мы столкнулись с непониманием людей. Да, это вы придумали? Да, это мы его продвигали. А сейчас прям безапелляционный такой бренд раскрученный совершенно. Без этого нет. Посмотрите, насколько было тяжело. Я помню, пришла в Комсомольскую правду на прямую линию. Звонили люди, такие достаточно понимающие. Они говорили, как якутские бриллианты, это что такое? Я говорю, это якутские бриллианты, они добываются на территории Республики Якутия. Они гранятся там же, либо в Москве. Да вы что? Да это неправда. Мы были в Израиле, израильские бриллианты, бельгийские бриллианты и прочее, прочее. И очень трудно было поломать стереотипы людей. Выезжая за границу, они приходили там в какой-то в Израиле музей бриллиантов, и там им начинали рассказывать совершенно потрясающие вещи, несоответствующие действительности. И у людей было такое понятие, что у нас нет камней. Сейчас уже никого не удивишь таким понятием якутские бриллианты. И многие понимают, они говорят, да, они лучше, чем западные. Но бриллианты-то и алмазы, они... А у вас по-прежнему флагман, это изделие с бриллиантами, да? Конечно. Их по-прежнему больше всего и лучше всего покупают. Слушайте, а вот что делать с таким засевшим мне уже в мозг каким-то, может быть, стереотипом? Может быть, развеете его? С радостью. Утешьте меня. Но я тут разговаривала с некоторыми специалистами, они мне сказали, Лен, вообще в наших магазинах нет вообще натуральных камней. Ни бриллиантов, ни сапфиров, ни изумрудов, ничего. Всё синтетическое, выращенное в лабораториях, всё продаётся по вот этим бешеным ценам. На самом деле нет ни одного камешка, который был извлечён из недр земли. Огромное количество бриллиантов, алмазов извлекается из недр земли. В прошлом году был перевыполнен план добычи алмазов, их много. И благодаря нашим усилиям, благодаря усилиям российских ограничных предприятий, много камней остаётся у нас. Конечно, самые сливки, бывает, продаются за границу, алмазного сырья, и из них делаются камни высокого качества, они продаются. Но в большинстве крупных магазинов, я имею в виду нормальные организации, которые торгуют нормальным товаром, тот же самый «Центр-ювелир», «Алмаз», «Смоленский кристалл», «Наша компания», но многие нормальные фирмы и в регионах также люди используют только настоящие камни. Ну как, если мы даём сертификат на все крупные камни, которые мы продаём, мы кроме своего собственного сертификата выдаём сертификат Алмазной палаты России, это гемологического центра, который находится на Малой Бронной. Это государственная организация, которая выдаёт документы «Смоленский кристалл», выдаёт свой собственный сертификат, который тоже на мировом рынке котируется. То есть, по идее, конечно, крупную покупку не стоит совершать, я повторюсь, уже в магазине около метро, если вы хотите сохранить свои деньги. И требовать сертификат качества, да? Да, и попросить сертификат, и никто вам в этом не откажет, понимаете? Хорошо, ладно, утешили. А вот помимо бриллиантов, какие сейчас актуальные наиболее камни? Вот я не с точки зрения потребителя спрашиваю, да, я там как-то... Актуально? Да, а с точки зрения просто прибыли. Ну вот вы сказали, что сейчас в кризис, в пост-кризис, будем говорить так, но для вашего... Кризис-кризис. Все еще кризис продолжается, да? Там так замотали, кризис-кризис, какой пост-кризис? Кризис-кризис. Ну так вот, в этот кризис-кризис вы сказали, что можно открыть небольшую кампанию, которая была бы и маневренная, и быстро схватывала новые тренды, такая более поворотливая. Ну, в общем, это характерно не только для вашего сегмента. Ну так вот, я поэтому... Вот с этой точки зрения я спрашиваю, с чего бы начинать? Что сейчас востребовано? Какие камни улетают быстро? Самые продаваемые камни — это бриллианты. А после бриллиантов изумруд и сапфир — это традиционные камни, которые любимы нашими покупателями, не только нашими, они самые популярные камни в мире. Потому что красивые или почему? Они драгоценные, они редкие, они красивые на самом деле. Это большая четвёрка — это бриллиант, сапфир, изумруд и рубин. Ну, рубин красного цвета, он больше пользуется популярностью в арабских странах, в Казахстане, в Татарии, в таких вот регионах, в Дагестане, в Чечне. А у нас традиционно это изумруд и сапфир. Они делят второе место по продажам после бриллиантов. А вы бы посоветовали сейчас какой-нибудь молодой компании начать не с золота, а с серебра? Мы сегодня говорили о том, что серебряные изделия сейчас востребованы. Очень сложно. Очень сложно. А почему сложно? А потому что недорогие изделия, а на продвижение потребуются всё равно такие же деньги, как на золотые украшения. Мы сейчас выпустили вот очень интересную такую коллекцию с солистом группы Челси, Ромы Архипов. Она целиком серебряная. И выпустили её почему? Потому что он пришёл ко мне однажды и сказал, вот я не знаю, где мне в Москве купить и моим друзьям вот такие красивые, недорогие, стильные украшения. Я говорю, Ром, ну да, попробуем сделать. И он пришёл сам, нарисовал эскизы. Мы подумали и сделали. И она красивая. И продаётся? Продаётся, да. Хорошо продаётся, да? Да, молодёжь. Это такой сегмент, который был не задействован в нашей компании. Но у нас появились новые покупатели благодаря этому. И люди приходят и покупают там за тысячу рублей серьги. И причём они такие модные, такие стильные, что у меня дочка захотела их и носит. То есть вот этот сегмент тоже вы теперь, да, можно сказать, охватили, да? Да, охватываем, да, пытаемся. Захватывайте новые сегменты за кризис. В жизни мы этого раньше не сделали. Теперь получали. Раньше у вас эти молодёжные покупки, там, с чеком в тысячу рублей вас не интересовали. Не интересовали, да. Ну, конечно, для того, чтобы, понимаете, много продаж, это же тоже определённое обязательство накладывает. Это увеличение количества продавцов. Потому что всех же людей надо обслужить на высоком уровне, независимо от того, покупает он тебе там за сто тысяч рублей кольцо или за тысячу. Спасибо.